МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Еще в одном доме появилось голубое топливо благодаря программе социальной газификации. Нажимаем, поворачиваем, включаем. В поселке Дубровске открылся фельдшерско-акушерский пункт. Спасибо вам большое за то, чтобы все у нас получилось. В одном из торговых центров города Видное заработала мастерская Деда Мороза. Замечательно, ребятам нравится. И мы наблюдаем, что в течение дня приходят с родителями, садятся за стол и уходят довольны. В Подмосковье с лета 2021 года успешно реализуется президентская программа социальной газификации. Вот и в доме еще одной семьи в Расторгуеве появилось голубое топливо. Подробности в нашем следующем сюжете. Елена Реш приобрела дом в Расторгуеве совсем недавно. Пока в нем идет ремонт, хозяйка первым делом решила его газифицировать. Мы пользовались электричеством, но это дура. Мы решили провести газ, чтобы дешевле было и теплее, и дешевле. Мы оформлялись через ОСУслуги, зарегистрировались где-то осенью. И вот, вот, считайте, поставили. Приезжали очень даже быстро специалисты вообще все. Я довольна. Приезжали раза три-четыре максимума. Все начинается с выезда бригады МОЗ «Облгаза» и разработки проекта. Потом приезжает бригада СМР, сварочно-монтажных работ. Они проводят трубы, подключения, все остальное. Потом уже врезается, врезка тоже бригада СМР, подается газ до дома. И затем заключительный этап – скручивание труб, их опрессовка, запуск котла и другого оборудования. Нажимаем, поворачиваем, включаем. Сотрудники МОЗ «Облгаза» подробно рассказали хозяйке, как пользоваться оборудованием и следить за его исправностью. При запахе газа закрываете крану, если услышали. Проверкаете помещение электричеством, открытым огнем не пользуетесь, звоните 104 либо 112. Теперь в доме Елены не только горячие батареи и вода в кране, но и есть на чем готовить. Я думала, сложнее будет. Вообще довольна. Подать заявку на включение в программу социальной газификации можно также через официальный сайт МОЗ «Облгаза». Либо непосредственно в офисе компании. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В поселке Дубровске открылся фельдшерско-акушерский пункт. Раньше жителям окрестных населенных пунктов приходилось ездить в город Видное или в амбулатории соседних поселений. Теперь получить необходимую медицинскую помощь и лекарства станет гораздо проще. Максим Козлов продолжит. Ремонт проходил очень быстро, три месяца. ФАП оснащен необходимым оборудованием и мебелью, согласно брендбука Минздрава Московской области. Экскурсию по обновленному фельдшерско-акушерскому пункту или сокращенно ФАПу в поселке Дубровский проводит заместитель главного врача Виновской районной клинической больницы Тимур Асанов. На открытие приехали представители руководства Ленинского округа и территориального отдела. Здесь можно получить консультацию специалистов, в том числе путем телемедицинской консультации. А сколько докторов у вас в ФАПе будет работать? У нас здесь фельдшеры, врач-акушерогинеколог. Это пока для ФАПа. Плюс будут обязательно осуществляться выезды узкопрофильных специалистов, как взрослого, так и детского населения на регулярной основе. Раньше местным жителям нужно было ехать в Видное или в амбулатории соседних поселений. Теперь они постоянно будут иметь возможность не только обратиться к специалистам за медицинской помощью и консультациями, но и получить необходимые лекарства. Если на сегодняшний день пациентам приходилось ездить в Видное, либо в поселок Бутово за получением льготных препаратов, сейчас это будет возможно рядом с домом в ближайшем ФАПе. Ближайший ФАП – это вот именно наш ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт укомплектован всем необходимым оборудованием в соответствии с нормами Министерства здравоохранения. И несмотря на то, что работа проделана большая, уже есть планы на ближайшее будущее. Будем продвигать этот вопрос, и он у нас уже, можно сказать, на контроле. Это сделать его дневной стационар. Пусть небольшой, пусть будут 3-4 койки, но для того, чтобы сделать внутривенные какие-то другие лекарства, ездить, конечно, далеко до нашего Видное. Открыть дневной стационар планируется уже в начале следующего года. Для того, чтобы проект ФАПа был воплощен в жизнь, немало усилий приложили руководство ВРКБ и администрации округа, а также сотрудники территориального отдела Булатниковская. После пандемии, когда мы оценили все объемы прикрепленных людей, количество и требования все по вакцинации и по диспансеризации, мы поняли, что нам не справиться. И тогда мы решили уплотнить здание администрации, перевести сюда как раз культурно-досуговую службу нашу предприятия и здесь разместить дополнительные мощности наших медиков. В настоящий момент к медицинскому учреждению в поселке Дубровский прикреплено более 6600 человек. Первые пациенты уже записались на прием. Небольшой сувенир от нас. Я думаю, что вот эта вот лампа вам нужна будет работать. Ребята, спасибо вам большое, чтобы все у нас получилось. Здоровья нам, нашим жителям. С наступающим. Будем дарить свет. С вам и здоровья. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видновский автомобильный сервис «Техцентр-50» предоставляет более 20 видов услуг по ремонту транспортных средств. Полгода назад в компании заработала еще и линия техосмотра. О всех подробностях сотрудники центра рассказали нашей съемочной группе. Автосервис «Техцентр-50», расположенный по адресу 8 линии дом 13А, работает уже более 8 лет. В здании общей площадью 2000 квадратных метров функционируют 22 подъемника, которые позволяют в день обслужить до 60 машин. Компания предоставляет большой выбор услуг по ремонту автомобилей. А полгода назад добавился технический осмотр. Клиенту для проведения этой процедуры необходимо сделать предварительный заказ на выполнение работ. По прибытию клиента в технический центр для проведения технического осмотра, ему необходимо с собой иметь документы на автомобиль и паспорт. После оформления автомобиль передается водителю, который загоняет его на мойку. Далее машина отправляется непосредственно на линию технического осмотра. Происходит проверка технического состояния транспортного средства. На основании технического регламента Томоженного союза и по правилам проведения технического осмотра. То бишь это 55 пунктов, которые указаны в диагностической карте. Начинается осмотр с проверки работоспособности осветительных приборов, ремней безопасности и обдува лобового стекла. После этого автомобиль проезжает по линии технического осмотра на стенды. Это вибростенд, тормозной стенд, где проверяется коэффициент сцепления с поверхностью и относительно разность тормозных усилий тормозной системы. После этого автомобиль проезжает по линии далее, где диагностируют углы установки и силу оптики. Ну и также на подъемнике машина поднимается. Снизу осматриваются тормозные шланги, тормозные механизмы. После всех процедур на основании результатов автовладельцу выдается диагностическая карта. Если транспортное средство по каким-либо параметрам не проходит, то в документе обязательно указываются несоответствия. В течение 20 дней у водителя будет время на исправление этих недочетов и повторное тестирование. Стоит отметить, что с 1 сентября убрали часть пунктов диагностики. Это касается шумности выхлопной системы, топлепадения жидкостей, масел. И также не проверяем сейчас с 1 сентября аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. В техцентре оформляют и полис ОСАГО. Это займет примерно 10 минут. Также это можно сделать онлайн или на сайте компании. Если у клиента все документы с собой, это буквально 10 минут. Цены определенной нет за ОСАГО, потому что цены у всех разные, варьируются. Все зависит и от стажа автомобиля, и от лошадиных сил, и от стажа водителя. Техцентр «50» работает ежедневно с 8 утра до 9 вечера. После Нового года в планах компании запустить кузовной цех. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В одном из торговых центров города Видное заработала мастерская Деда Мороза. Площадка для детского творчества была создана силами представителей местного отделения партии «Единая Россия». Ребятам было предложено принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных игрушек и фигурок в виде символа предстоящего 2023 года. Подробнее расскажет Юлия Пагасьян. Близится Новый год. Время чудес и исполнения желаний. В преддверии праздника представители партии «Единая Россия» преподнесли детям Ленинского округа. Необычный подарок. Организовали площадку для творчества. В первый же день своей работы мастерская Деда Мороза собрала более 600 ребят. Замечательно ребятам нравится. И мы наблюдаем, что в течение дня приходят с родителями, садятся за стол и уходят довольные и награжденные. Каждый ребенок, который своими руками создал уникальный новогодний подарок, получает сертификат, поздравительную открытку от Деда Мороза и памятный значок. Творческая мастерская расположилась в одном из торговых центров города Видное. Детям было предложено сделать подарки своими руками. Новогодние сюрпризы для родных и друзей. Помогали ребятам педагоги дополнительного образования. Лепили символ будущего 2023 года. Создавали елочные игрушки и снежинки в технике квилинг. Я смотрела за зайчика. И еще я дом слепил. И мама очень сильно обрадовалась. И она сказала, молодец. Искренняя детская радость. Главная цель мастерской Деда Мороза. В процессе изготовления новогодних подделок ребята делились планами на праздничные каникулы и рассказывали о своих мечтах. А пока девчонки и мальчишки занимались творчеством, родители имели возможность обратиться к представителям «Единой России», чтобы задать интересующие житейские вопросы. В эти выходные мастер-классы повторятся. Изменится только локация. Педагоги ждут всех желающих в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу Школьная, 17. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.